Продолжим тему осознанности через роль. То есть как прийти к состоянию осознанности через осознание себя в ролях. Ну, начнем, пожалуй, с роли родителя. Если есть дети. Предположим, мама. Как ощущать себя в роли мамы? Мы уже говорили о том, что здесь нужно очень четко понимать, что бывает мама, ребенок, который не достиг, скажем, совершеннолетия. И мама, ребенка, который уже достиг совершеннолетия. Если ребенок взрослый, каково и как должна ощущать себя мама? Мама взрослого ребенка. Она должна себя ощущать правильно. Наблюдающий за тем, как у взрослого ребенка или детей строится жизнь. Наблюдающий за тем, какие планы они ставят, мечтают о чем, как достигают. Что вообще входит в функционал мамы, которая наблюдает? В ее функционал вообще входит в поддержание веры в детях. Верой в то, что они могут все самое успешное. Что в них есть силы, есть ум, есть нужные навыки, навыки общения, навыки созидания тактик для достижения каких-то больших стратегических целей. Маму нужно наблюдающий относиться к тому, насколько верит в себя и в возможности ребенка, старших взрослых. А есть еще в ощущении мамы взрослого ребенка такой момент, как должна ощущать себя мама. Вот сама, как личность, мама. Как она должна ощущать, что она должна получать от уже ставшей взрослой взрослых детей? Что она должна получать? Она должна получать уважение, любовь. То есть чувство, чувство понимания, чувство поддержки, чувство благодарности. Это то, что в идеале должны давать взрослые дети, своим родителям, маме. Чувство благодарности, чувство уважения, чувство любви. Как же можно описать, что при этом должна чувствовать мама? Ну вот, например, в общении с своими взрослыми людьми. Что она должна чувствовать? Вообще, какие чувства чувствовать? Чувство радости, радости встречи, радости того, что делятся, радости того, что боготворят своему, боготворят, уважают. И это должна чувствовать она. Как к этому прийти? Как к этому приходят? Иногда бывает так, что к этому и не надо приходить. Это если мама ценила и уважала себя из нее и поддерживала ее, как отношение к маме. Словах. Но ты же понимаешь, что мама права в силу огота, в силу статуса и любви к себе. В силу сложившихся правильных пониманий. Правильных пониманий, как должно быть. Что успешно, что приносит радость. Если мама в силу своей огромной любви к детям не особо задумывалась о себе, то, наверное, таких слов она не произнесла. Что же делать? Как корректировать отношение к себе? Прежде всего. Прежде всего осознанием. И осознанием. Осознанием цели. Поставить себя как главным в жизни. Как лишь главным. Уважаем. Любимым. Нам. Осознанием намериться осознанно намериться. Именно так ощущать себя. Так ощущать себя. И это сформирует какие-то. Другие фразы. Другое общение. Может быть фразы, обнушающие уважение и любовь к себе. Может быть, что-то поможет. Кто-то поможет детям. Именно выразив такое восхищение и восторг. Нужно начать с того, что осознанно осознать, что такое мама. Ощутить эту значимость в самой себе. В самой себе значимость. Значимость этого слова. Значимость этого понятия. Значимость наполненности этого служения. Осознать. Начать очень глубоко уважать своего себя. Ну, что еще осознанно может делать мама взрослая, взрослая детей? Она осознанно может в чем-то помогать. И она должна любить. А любить просто безусловно. Это как из глубины сердца. То, что связывает двоих, мать и дитя. И не конца жизни. Поэтому это не обусловлено любовью. Любовью. И нужно осознанно просто намериться. Это чувство в себе. Начать чувствовать. Что еще очень важно. Со стороны матери, взрослой детей, не должно быть никакой жертвенности. То есть никаких укутнических мыслей и поступков быть не должны. Дети должны уметь строить и созидать самостоятельно. Самостоятельно взращивать собственные силы и ответственность за свою жизнь. Они должны быть созидающими. Так а как же быть? Вышли в эту любовь, которую не обусловлено. Это где-то в чем-то. И еще и строгая любовь. То есть строгая в том смысле, что она ответственность. За счастье детей излагает на них за них. В себе у нее только чувство самоублажения, что все осознанно выстроено правильно. И она должна любить себя. Прежде всего любить себя. За этот свой ум, за строгость. Конечно, может быть такое. Если обращаются за помощью за какое-то дети, то подумать можно. Подумать можно. Абсолютно сохраняя, выгодя все. Приоритетно. Для себя. Такое положение будет правильно. Но в нюансах может решаться и как-то почувствовать, скажем так, душевного чутья, интуиции, как правило. Для того, чтобы прочувствовать это самоуважение, прочувствовать, осознать, осознать необыкновенную глубину именно самоуважение в этой роли мамы. Этого самоуважения и любви к себе. Нужно сделать небольшое трансы. Для этого нужно расслабиться. Прочувствовать, как расслабляется все тело. Распределить равномерно. Равномерно, внимательно во всему телу. Расслагая. Целиком и пропустим. Ноги расслаблены. Вы чувствуете, как мышцы расслабились. Руки расслабились. Печень. Расслабились шеей. Мышцы лица. Тело расслабилось. Мы позволили нашему уму сейчас отдохнуть. И пока умы отдыхают, наше подсознание находит, достает, достает эти состояния и возможности именно состояния любви к себе и возможности, которые позволят вызваться любви к себе. Подсознание достает самоуважение и возможности вызваться самоуважение в теле, в уме, в носе, осознаться как любовь к себе и самоуважение. Тело продолжает расслабляться еще больше, а умы отдыхают. И пока умы отдыхают, а тело расслабляется еще больше, в этом трансаусе и подсознание помогает для лучшего способа сделать изменение изменения отношений так, чтобы осознанность себя вроде мамы в чувстве любви к самоуважению и самоуважению вызвала еще зеркальность. То есть любовь и уважение. Любовь и уважение. Это значит, что будут другие слова, другие формы выражения отношений, желание подарить радость, обрадоваться, желание послушать, выслушать, поделиться со стороны всей с глубоким уважением признания матери и любви к ней. И просим также подсознание достать эту точку соединяющую из глубины сердца на точку любви, центру любви, которые соединены с эдерок со взрослым. Любовь как не она словно, просто чувство она природная любовь. Но не в том смысле, которое выражено в то социуме. Трястись над взрослым ведомым, жертву помогало от совсем другого просто любви, как шло что-то сладкое пьянящее к своему ребенку. Вот такие задачи пусть решит подсознание, чтобы осозналось это глубина и значение роли мамы внутри самой себя осозналось, чтобы возникла уваженность любовь любовь к себе признание самой себе осознанной. И чтобы принимать чувства и отношения уважения, благоговейного уважения и любви, высокой значимости со стороны мистерии. И все начнет происходить самым наилучшим образом меняться, улучшаться и радоваться. Вот такая работа была проделана над осознанием, осознанностью, главное осознанием себя в роли мамы взрослых детей. Можно, конечно, поработать еще над тем, какова, в чем смысл, вот в чем смысл этого назначения в роли мамы взрослых детей. Каждый этот смысл определяет для себя самостоятельно. Для кого-то смысл в том, чтобы наконец начать получать от детей любовь, уважение, заботу, почтение, почитание в ком-то в том, чтобы помогать детям, как бабушка, то есть помогать детям детей, и значит своим детям, что осознание избирается сердце, какие задачи ставятся, в чем видится их смысл, для чего, и что дает позитивно что выдаю, что созидаю, в чем получаю радость жизни, успеха, любви, уважение, радость, самоощущение и радость в осознании значимости этой свиньи семьи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!